В результате российской ракетной атаки в Киеве погиб пожилой мужчина, еще 11 человек пострадали. Они госпитализированы среди пострадавших и журналисты из Японии. Один человек в крайне тяжелом состоянии, об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что взрывы прогремели в трех районах, есть разрушения, в частности обломки, ракеты попали в частный дом. Также частично разрушена гостиница в центре города. В результате ракетного обстрела также поврежден дворец Украина. Самая большая концертная площадка Киева в офисе президента Украины отметили. В эти дни там обычно проводят детские новогодние представления. И лишь чудом во дворце на этот раз не оказалось детей. Также ударили и по Хмельницкому. Двое человек получили ранения. Город был атакован российскими дронами. Камикадзе, сообщил заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко. Подтвердил ракетные удары мэра Николаева Виталий Ким. Шесть горожан ранены. Повреждены жилые дома и в Запорожье. Информация пострадавших там уточняется. В Николаве в результате ракетной атаки шесть мирных граждан получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии сообщили в Николаевской областной военной администрации. Кроме того, несколько часов назад российская армия ударила по городу Лиман Донецкой области. Ракета С-300 прицельно попала в лиманский отдел полиции Донецкой области. Есть потерпевший полицейский. Травмы средней тяжести ему оказывают медицинскую помощь. Об этом сообщил глава нацполиции Украины Игорь Клименко. Также он отметил, цитирую, Россия уничтожила здание, но не наш дух. И с каждым днем мы становимся более сильными и стойками. Конец цитаты. Мы в очередной раз убеждаемся в том, что Россия не оставит Украину в покое даже в преддверии новогодних праздников, в преддверии Нового года. Это, в принципе, было ожидаемо, потому что подлость врага, она очевидна более чем. Да, мы уже ранее в эфире обсуждали с представителем, со спикером Генштаба Украины, вооруженных сил Украины, информацию о том, что вот можно ли сейчас предугадывать частичность и цикличность российских атак на Украину, как, допустим, анализирует британская разведка и говорит, что, возможно, в течение праздников, по крайней мере, может повторяться и через день. Но вот по его мнению, допустим, предугадать, что в мыслях у российских террористов, очень сложно. Но, тем не менее, несмотря на вот эти вот разрушения, о которых мы сообщили ранее, большинство российских ракет было сбито украинской авиацией и силами противовоздушной обороны. То есть, ну, тем не менее, атаки продолжаются, то есть еще продолжается действие воздушной тревоги на всей территории Украины, то есть угроза ракетных обстрелов сохраняется. То есть, очевидно, что будет еще одна какая-то волна ударов. Уже официально, да, сообщено, что идет вторая волна ракет на Украину. По-моему, даже уже третья, если не ошибаюсь, да, запутались в этих волнах. Да и смысл их считать, собственно, дело даже не в этом. А вот есть сообщение о взлете даже бомбардировщиков Ту-95 и Ту-22 из Рязани. То есть, ну, вот, очевидно, вот эта вот волна, она как бы надвигается. Поэтому мы понимаем, что ситуация все еще остается сложной, все еще остается напряженной и угрозы ракетных ударов, они опять-таки сохраняются. Но, тем не менее, вот информация от премьера-министра Украины Дениса Шмыгаля, что энергетическая инфраструктура пока что в Украине не пострадала. Но, к сожалению, есть и раненые, есть и убитые, и есть поврежденные дома, жилые отели и магазины. Ну, и даже Дворец Украины, как мы уже сказали, то есть, самая большая концертная площадка в Киеве. Да, действительно, вот в офисе президента Украины на это обратили внимание. Перед Новым годом здесь всегда проходили новогодние утренники. Здесь всегда дети приходили на елку. И большое счастье, действительно, что сегодня там детей не было. И вот это просто, что называется, чудо, действительно. КОНЕЦ КОНЕЦ